здравствуйте друзья сегодня у нас завершающая лекция ее тема аннотация курса лекций введение фундаментальную экономику в настоящем курсе лекции делается попытка осветить проблемы современной экономики и пути их решения с точки зрения фундаментальных научных знаний главным препятствием здесь выступает используемая ныне парадигма хозяйственного развития согласно ей экономическая наука призвана обеспечивать повышение доходности всякой хозяйственной деятельности они лучшее жизнеобеспечение граждан то есть что государство должно служить не людям а бизнесу не пользе она живет стимулировать прозитизм отдельных лиц они всеобщее благополучие вместе с тем доходность которая стимулируется современной экономикой и пользы это далеко не одно и то же так безработица при которой человек может существовать только тогда когда этом кому-то выгодно крайне аморально производство наркотиков поддельных лекарств и некачественных продуктов питания приносит огромную прибыль но наносит громадный ущерб обществу благоденствие финансового сектора и торговли зачастую сопровождается подавлением продуктивной экономики понижением жизненного уровня населения криминал коррупция паразитирования на природе и обществе некоторым приносит немалый доход но вряд ли содействует человеческому прогрессу конкуренция зачастую способствует не развитию производства а ординарному уничтожению сильными слабых лишая таким образом общество и полюсов жизнеспособности и перспективы с другой стороны на базе существующих понятийных стереотипов организовать экономику свободно от недостатков нынешней системы хозяйственной и производственных отношений невозможно и пока доход от собственности или денег будет превышать доход от полезной деятельности как это происходит сейчас наивно ожидать что реальная экономика заработает полную силу поэтому косметическими мерами здесь не обойтись метастаза патологии уже проникли во все пора современного экономического и политического организма обеспечивали себе идеологическую маскировку заразили сознание миллиардов людей в этой связи все большее число людей осознают что экономика нацелена не на созидание а на перераспределение богатства в угоду узкому кругу лиц не является единственной возможностью что она мало продуктивно аморально и не имеет будущего и вполне может быть сформирована экономическая модель целью которой явится не извлечение дохода любой ценой а лучшее жизнеобеспечение всех гранов белых и черных богатых и бедных молодых и старых умных они очень все имеют право на жизнь в ней именно человек является главной цельностью вселенной они приносимая им прибыль а такой экономики идет речь прочитанном курсе лекции представленные лекции базируются на положениях описанных автором монографии экономика коммунизма вот ее титульный лист их можно разбить на три глобальных раздела в первом из них приведено теоретическое обоснование гармоничных принципов в экономике и жизни лекция от 1 до 14 включительно во втором практические рекомендации перечень конкретных действий которые следует совершить чтобы гармоничная экономика заработала понятно что из гнилых кирпичей прочное здание не построить лекции 15 тире 33 а в третьем разделе проведены программы построения гармонично сбалансированных структур в том числе лад земли ладной благополучной территории в которой гармонируется производственные и общественные приоритеты формируются высокоэффективные экономические и социально сбалансированные системы охватывающие глобальные аспекты общественной организации лекции 34 35 и 36 теория фундаментальной экономики соответствует классическому виду любой другой фундаментальной науки а именно в начале принимается несколько постулат которые не могут быть опоснованы логически но вытекают из формированы выше цели организации самосогласованные хозяйственной системы среди них наиболее значимыми являются следующие первое экономика призвана обеспечивать благополучие всего населения в целом они доходы какой-то ее части второе производительным считается всякий труд который признается общественно необходимым а труда не соответствующие у каждого приз следует избавляться третье стоимость создается только человеческим трудом поскольку не собственность и ресурсы и деньги сами по себе без оплодотворения их трудом бесплодны и четвертое государством представляется собой форму объединения граждан для решения их совместных проблем а не отдельный политико-экономический субъект четыре главные постулата фундаментальной экономики о которой здесь говорится последующая логика построения теории фундаментальной экономики оказывается вполне очевидной вначале рассматривается для чего нужна экономика каковы ее задачи инструменты какими показателями измеряются насколько они соответствуют сформулированной цели достижения всеобщего благополучия от чего и как они зависят что препятствует продуктивному развитию производства а что стимулирует его при этом в процессе анализа установлен что главным фактором экономического прогресса является не его техническая составляющая как сейчас считается а характер организации общества причем на нее не требуется много времени средств за нее не последуют какие-либо социальные потрясения но по своим возможностям данный фактор хозяйственного развития восходит все другие вместе взятые под организации здесь понимается рациональное сочетание разделения и кооперации труда как главных инструментов повышение его производительности во всех хозяйственных образованиях и во всех возможных структурных формах то есть разделение и кооперация труда являются главными факторами повышения его общей производительности причем инструментом обеспечения разделения труда служит рынок разделение труда обеспечивает рынок а кооперации власть административного управления и как всякие антиподы они формируют диалектическую пару функционирующую согласно закону единства и борьбы противоположности уравновешивающие процессы протекающие внутри всех природных образований способствующий их самоорганизации и динамики преобразующие количественное соотношение между ними качественные результаты с другой стороны как всякие механизмы саморегуляции ни рынок ни административного управления не являются самодостаточными инструментами организации каждый из них обладает своим комплексом положительных и отрицательных качеств рассмотрим их так рынок по природе своей способствует динамичному развитию хозяйства вовлечению всевозможных человеческих ресурсных научных и организационных достижений в экономический процесс минимизирует финансовые затраты при производстве любых изделий и услуг содействует эквивалентности содействует но не обеспечивает при всяких взаиморасчетах хозяйственных субъектов обилию всевозможных продуктов труда наполняет полки товарами и это кстати главный положительный итог всей реформы 90-х годов товары магазинов полные и в то же время рынок не способен регулировать деятельность монополий а число таковых в современно развитых государствах достигает 80% с его помощью нельзя регулировать цены на витальные предметы потребления пища одежда лекарства безопасности и другие поскольку на них в большей степени влияют проблемы выживания людей а не соотношение спроса и предложения рынок плохо работает в форс-мажорных обстоятельствах неприменим при деятельности науки образования здравоохранения и культуры по природе свой рынок жесток безнравственным без компромиссов не способствует достижению социального равновесия разрушает все с чем прикасается культуру науку и спорт превращает в бизнес любовь секс этику духовность и справедливость товар он делает людей примитивными безнравственными потребительными а не дворцами дворцами и созидателями рассмотрим качество административного управления то и диалектической противоположностью рынка административные регуляторы могут компенсировать деструктивное качество рынка способствует кооперации производства становление социальной справедливости разумности управляемости предсказуемости они лучше работают при наступлении форс-мажорных обстоятельств более динамичные армия не может управляться рынком как наиболее ответственная динамичная структура но при этом административные регуляторы сами обладают множеством недостатков так в существующих условиях власть утратила способность работать на общество превратилась в синякуру сделалась низкоквалифицированной вороватой и коррумпированной неспособной к саморегуляцию и развитию обнаруживают стремление к беспредельному росту бюрократизации бесчеловечности формализуют все общественные результаты при этом не труда видеть что область преимущества одного из указанных регуляторов является сфера недостатков другого и наоборот неудивительно поэтому что капиталистические страны в которых превалируют рыночные отношения обладают всеми достоинствами и недостатками рыночных связей а социалистические страны характерными качествами административного управления неоколониальные страны неоколониальные поговорим о них государства которых не работают как следует ни административные ни рыночные регуляторы а к таким относятся большая часть государств планеты названы здесь неоколониальными это лекция номер 2 11 и 12 именно в таких форм в такой форме приведены бывшие колонии поэтому и назвали неоколониальными получившие статус самостоятельных а также постсоветские страны в том числе Россия в которых ликвидировано полноценное административное управление и не построено нормально рыдущее рыночное работающая рыночная регуляция какие страны исполняет роль колониальных придатков развитых экономик служат для них источниками дешевого сырья и рабочей силы резервуаров которые сбрасываются избытки их продукции не востребованы собственным населением из-за чрезмерной его эксплуатации финансовая система в неоколониальных странах работает плохо административное управление подорван эгоизм эгоизмом либеральной идеологией продажностью элиты агентов влияния а полноценные рыночные механизмы не созданы такие страны так же мало похоже на капиталистический как и на социалистических административные рыночные регуляторы в них не компенсируют недостатки друг друга среди скем активно проявляются их негативные качества и административных рынок регулятор В этой связи в таких государствах не работает в полной мере закона ни капиталистических стран, ни социалистических. Это низшая, самая примитивная форма общественной организации. Ниже ее упадать уже некуда. В неолиберальных странах общественная производительность труда падает настолько, что минимальный размер оплаты труда уже не включает в себя не только обеспечение работниками своих семей, содержание детей и родителей, но даже самих себя. На этом фоне происходит колоссальное материальное расслоение общества. Богатые присваивают настолько большую часть общественных благ, что остальному населению жить становится не на что. И поэтому происходит самое страшное, что может быть с каждой страной. Она уже не может содержать свое население, ее рабочая сила вымирает. Это мы сейчас наблюдаем в нашей стране повсеместно. Отсюда вполне объяснимо, почему развитые страны всячески стремятся привести экономики других государств к постколониальной форме. Им выгодно иметь слабых партнеров, а не сильных. В результате уже свыше 80% мировых ресурсов потребляются странами золотого миллиарда, а остальным остаются жалкие крови. На этом цивилизованные страны держатся, за счет них благодействуют. Именно в этом заключается глубинная цель глобализации – вхождение всех стран в мировую экономику, а не прогрессивность их идеологии и организации, как декларируется. Прогрессия приглашала леса петуха на обед. Какую экономическую систему предстоит построить? Прежде чем начинать строить что-либо новое, следует осознать, чего мы этим хотим добиться. Требуется разработать такую экономическую модель, которая была бы не характерна вопиющей недостатке нынешней экономики, и в то же время сохранялись бы ее достоинства. И только после этого предстоит продумать план воплощения в жизнь такой организации, разработать программу реализующих ее действий. В самом деле, никакое здание, машина или сооружение умные люди не начинают строить, пока отсутствуют чертежи. Непросчитаны их возможности, не предусмотрены особенности эксплуатации. Разве для построения разумного государства без этого можно обойтись? Разве риски здесь не являются значительно большими, чем при сбое работы какого-либо изделия или сооружения? А последствия принимаемых неразумных решений разве не будут более дорогостоящими и трагичными, чем при аварии всяких построенных человеком, объектов? И это мы наблюдаем повсеместно. Именно такой анализ и был осуществлен автором и изложен в его трудах, представлен в просчитанном курсе лекции. Из них следует, что ни капиталистическая, ни социалистическая, ни более неоколониальная модель развития для построения будущей прогрессивной экономической системы не годятся. Более того, стало несомненно, что ни лакировка, ни модернизация существующего строя, ни ликвидация в нем тех или иных недостатков не приведут к существенному успеху. Ни к чему серьезному не приведут попытки придать ей качество, несоответствующее ее природе. Здесь очень вместо цитата. «Евангелие от Матфея. И никто к ветхей одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерется от старого, и дара будет еще хуже». Вместе с тем, делать, преобразовывать все надо без каких-либо существенных потрясений, переделав собственности или революции. А то зачастую плата оказывается значительно дороже, чем получаемый при этом результат. Да, гармонизация государства и общества. Всякому специалисту по управлению очевидно, что наиболее совершенной является организация, в которой активно работают как горизонтальные рыночные, так и вертикальные административные регуляторы. Именно в них данный механизм успешно компенсирует недостатки друг друга и реализует присущее им достоинство. Поэтому такая экономика и получила здесь наименование «гармоничное». При этом ее продуктивность оказывается существенно выше, чем у стран всех других существующих формаций. И вполне вероятно, что именно она со временем заменит все другие. С другой стороны, предстоящая организация окажется в столь кардинальной, что к ней по-настоящему не готова пока ни государственная структура, ни само общество. Вот так вот. В самом деле, государство является столь громоздкой, консервативной и неповоротливой структурой, что без глубинных потрясений побудить его двигаться в нужном направлении невозгодно. И поэтому, хотя технические сложности для безболезненного перехода страны в гармоничное состояние не существует, тем не менее, без промежуточных этапов здесь не обойтись. И в этом направлении накоплен серьезный международ долг. «В самом деле стало общепринятым, что обе модели плановой рыночной экономики страдают серьезными недостатками». Цитата Эклэнда, идеолога «Шведские модели экономики». Поэтому и возникла теория конвергенции, то есть грядущего синтеза, рыночной и административной системы хозяйствования. В литературе она получила наименование «смешанная экономика». Смотрите лекции 12. А также известна уже реализуемая ее модель – «Госкапитализм». Лекция номер 13. Наиболее уверенно по этому пути идет Китайская Народная Республика. Она следует курсу рынка, но не отказывается от политического и административного его регулирования. Государственные фабрики, заводы и учреждения не продаются в ней за бесценок. В госсекторах продолжают принадлежать энергетика, горододобывающая промышленность, нефтяные предприятия, транспорт, финансы. Сохраняется государственная собственность на землю, но какую-то часть ее отдают в пользование кооперативам. Каждому крестьянину позволяется получить землю в долгосрочную аренду, стать единоличником и так далее. В результате темпы роста китайской экономики составляют примерно 10% в год, и Китай уверенно опережает сейчас все крупные экономики мира. Вместе с тем, в конечном итоге, всяких преобразований может быть только гармоничной экономикой, потому что механическое наложение друг на друга рыночных и административных регуляторов, как это происходит в частности в смешанной экономике, она дает результаты, но не очень существенные. Поэтому именно гармоничная экономика кратно повысит общество, производительность труда и жизненный уровень населения, сделает государство и сильным, и благополучным, культурным и нравственным. Об этом мы и будем с вами говорить. Итак, система образующих мероприятий гармоничной экономики. Из теории экономических систем, лекции НОВР-14, следует, что для системного перехода экономики из одного состояния в другое эффективным образом, наименее затратным, не нужно производить множество хаотических, бессистемных действий, впрямую решать все или иные проблемы, а требуется реализовать всего четыре системы, образующих действия, и они уже создадут условия для безболезненного, простого и быстрого перехода экономики в гармоничное состояние. Рассмотрим каждый из них в отдельности. Повторяю, все ныне существующие программы в той иной мере направлены на решение каких-то локальных проблем, а не на кардинальные решения. Первая система образующих мероприятий «Изменить принципы работы финансовой системы». В основе предлагаемой денежной модели лежит гипотеза об исключительно трудовом содержании миновой стоимости. И эта позиция, отображенная во всевозможных организационных формах, делает структуры экономики значительно более простыми, продуктивными и стабильными. Данный подход позволяет внедрить деньги наделенные реальным содержанием. Причем обеспечивать их следует не золотом или другими ценностями, а трудом, как истинным создателем всем обмениваемых между хозяйственными субъектами товарной массы. Такие деньги делаются фиксированными инструментами рыночного товарообмена, но при этом сами не будут управляться рынком. В самом деле, было бы смешно, если метр, которым мы измеряем различные длины, зависим от клиенту. Такие деньги начнут служить людям, а не приобретать изощренные формы с целью извлечения дохода за счет государства и общества, сделаются слугами, а не капризными их хозяевами. В теориях изложено в лекции от 16 до 20. Но особенно востребованным сейчас является возрождение двухконтурной денежной системы, успешно работавшей в СССР, делавшей его и могучим, и социальным. Но уже не на административной основе, как было раньше, а в виде саморегулированной организационной системы. в основе его лежит положение, согласно которому вся жизнь людей починат двум кардинально различающимся друг от друга циклам. В одном из них человек создает потребительские товары, зарабатывает свои деньги, а в другом они им покупаются и потребляются. Это абсолютно разные виды деятельности. И очевидно, что оба образуемых при этом рынков формируют свое разделение труда, а значит могут обслуживаться собственными деньгами, как это и происходило в Советском Союзе. Нынешнее положение усугубляется еще и тем, что существующие деньги хорошо работают только при товарно-рыночном обмене в сфере потребления, а в области производства они работают плохо. И поэтому, несмотря на все предпринимаемые меры, всячески стремятся выйти из него. Поэтому производство сейчас в стране испытывает хронический денежный дефицит. В этой связи дополнение ныне действующего единого контура финансового обращения еще одним, предназначенным для обслуживания только производством, позволит полностью избавить его от денежного дефицита без каких-либо дополнительных проблем, создаст полноценный внутренний производственный рынок и обеспечит его требованными финансовыми инструментами. А поскольку существующее производство испытывает перманентный дефицит, имеющийся у них обороты средств, это не приведет к возникновению каких-либо инфляционных тенденций. Такую реформу можно осуществить, не откладывая дело в долгий ящик уже сейчас, лекции 21 и 22. Напоминаем, что к 30 году прошлого столетия Советский Союз находился в жутком состоянии. Никакие лозунги, теории не могли привести движение. Даже пятилетние планы, которые были составлены, исполнялись трудом, и только внедрение в это время второго контрденежного обращения позволило успешно решать эту проблему, произвести индустриализацию, выиграть войну и благодействовать все остальное время. Поэтому Советский Союз, социальность его обеспечивается прежде всего, работавшей тогда двухкультурной системой, к ним следует возвратиться. Это даст возможность организовать равноправную конкуренцию предприятий, платить людям достойные зарплаты и дивиденды, сокращать безработицу и расширять производство, развивать его без дорогих инвестиций, без кредитов, без привлечения внешних финансовых игроков или спонсоров, совершенствоваться, повышать могущество государства и благосостояние его народа. Внедрение производственных денег повысит устойчивость существующей экономической системы и обнулит действующие в нас финансовые санкции, избавит производство от денежных затруднений в условиях ведущихся просто в нас войны на наше уничтожение. Второе системообразующее действие. Реорганизация системы административного парада. Повторяем, что разделение труда обеспечивает деньги, а кооперацию именно административного управления. Поэтому о ней поговорим подробно. Очевидно, что сейчас административное управление работает плохо. Вместе тем ограничивать права чиновников, менять персональность, сокращать ее, лучше контролировать администрацию в существующей ее форме бесполезно. Она уже настолько адаптировалась ко всем этим действиям, что с этой стороны ее не пробить. Поэтому для решения этой застоявшейся проблемы предлагаются следующие меры лекций 26 и 27. Осовершенствовать систему отбора выдвижения наделения властными полномочиями общественного контроля административными лидерами всех уровней путем использования ступенчатой промежуточной системы выборов, а не прямых, как сейчас. В ней реализуются как декларируемое достоинство демократии, признающей приоритет большинства над меньшинством, так и достоинство жесткой вертикали власти. Тогда появится наконец реальная конкуренция, неподковерная борьба кандидатом за власть. И чем выше будет должность, тем более компетентными, профессиональными и нравственными окажутся выборщины. Жестче условия их отбора и контроля за их деятельностью. Это создает благоприятные условия для выдвижения во власть истинных лидеров общества, а не дутых фигур. Власть получат те, кто в наибольшей мере способен и готов исполнять предназначенные функции, служить людям, а не домогоги и популистам. И второе важное действие требуется изменить форму финансирования административного аппарата. Для этого предлагается в соответствии с исполняемым фигурцией делить его на две части. Одна из них, как всякий рыночный субъект, отвечает за кооперацию предприятия и должна финансироваться ими впрямую. А другая потребительская предназначена для обеспечения коллективных общетов потребностей граждан и финансируется налогоплательщиками. А также требуется обязательно систематизировать систему оплаты труда руководящих работников, привязав его к существующими табелями орангов. Но наделить этот табель оранги четкими правилами распределения зарплат. А в основе их должен лежать мрот минимальный размер оплаты труда. Все оклады чиновники должны быть жестко привязаны к минимальному размеру оплаты труда в государстве либо на предприятиях которыми они руководят. После реализации указанных мер создадутся уникальные условия, которые позволят стране в короткое время существенно повысить качество управления, сократить честность аппарата, ликвидировать коррупцию, поднять жизнь до уровня населения и могущества государства, возродить в стране культуру и нравственность. Будет заложена основа гармоничной системы государственной организации, в которой будут совмещены интересы социальных групп, коллективов, общества и физических лиц. третий системы образующих мероприятий требуется реализовать оплату по труду наемных работников. Именно оплата труда устанавливает производственные отношения, от которых зависит вся хозяйственная деятельность. в ее основу должна быть заложена принцип партнерства, при котором люди совместно трудятся для достижения не только собственных целей, но и обеспечения потребностей других, а не противоборства, как сейчас. С ее применением интересы личности, коллективы и общества будут не противодействовать друг другу, а сближаться, способствовав наилучшей координации деятельности каждой из них. Согласно данному принципу, задачей коллектива предприятий и собственников уже станет не достижение каждому из них своих целей, а получение совместно выполненного дохода. Достигается это тем, что фонд заработной платы из разряда расходов переходится в разряд консталитированный доход и образует в месяц прибылью, совместный доход коллективов и собственников. И между ними устанавливаются фиксированные отношения, вследствие чего не только хозяин начнет заботиться о всемирном повышении доходов и сокращении расходов на и каждой работающей. Тогда зарплата уже будет зарабатываться, а не выбиваться путем игроз, забастовок или смены работы. Она приобретет качество коллегиальности. сформированный таким образом фонд заработной платы распределяется между всеми участниками производства процесса в соответствии с их квалификацией, условиями ответственности и затраченным временем. трудоемкости изделий и оптимизирующие структуру организаций, сокращающих численность персонала, исполняющие вспомогательную работу. Все это оптимизирует структуру предприятий и понизит его в разы накладные расходы. И четвертая система образующих мероприятий изменения философии и практика налогов. Используемая в России налоговая система сохраняет архаичное представление об эксплуатационной их сущности. То есть налоги выступают оброком, который призван оплатить всех для благополучия экономического субъекта, называемого государством, для исполнения его функций и оплаты чиновников. Она похожа на шантаж по отношению к законопослушным предприятиям и гражданам страны. Крайняя конъюнктура, то есть налоги берутся не с тех, с кого следует, а с кого их легче взять. При этом поступающие в казну средства не имеют целевого назначения, а поэтому их расходование не зависит от тех, кто указанные деньги платит. В этой связи наблюдается нерациональное, нецелевое расходование бюджетных средств, нередко переходящее в воровство. В лекции 33 проведены правила и принципы организации, в которые налоги превращаются в механизм удовлетворения, обращаю внимание, собственных общественных и коллективных потребностей налогоплательщиков. И такая философия делает граждан лично заинтересованными платить налоги, видоизменяет их функции, особенности поступления и расходования. В результате возникает обратная связь между налогоплательщиком и государством. Фискальное содержание налогов нивелируется, а регулирующие адрес повысится. При таких условиях влияние потребления на производство оказывается наивысшим, а обратные связи между пользователями услуг и теми, кто призван их удовлетворять, окажутся более сбалансированными. Лишь в этом случае организуется гармоничное сочетание потребления и производства, а критериями здесь могут выступать только соображение экономии средств при повышении удобства качества предоставляемых услуг, увеличение общественной производительности труда, которая с неизбежностью достигается при оптимизации указанных соотношений и впрямую влияет на жизненный уровень населения. Таким образом, здесь предлагается принципиально иная налоговая стратегия. налог уже будет представлять себя не часть заработка безвозмежно отчуждаемого государства для решения своих проблем, а плату за удовлетворение собственных, коллективных и общественных потребностей граждан и будет органично вписываться в рыночные механизмы хозяйства. Вспомогательные мероприятия гармоничной экономики. Системообразующие мероприятия могут внедряться либо все вместе, либо поочередно. Их внедрение создаст условия для безболезненного преобразования всего остального, то есть позволит на гармоничных принципах реализовать вспомогательные мероприятия, предназначенные для решения конкретных проблем государства и общества, территорий и производственных объединений, а именно обеспечить население качественного продукта питания, прекрасным образованием, здравоохранением, культурой, инфраструктурой и так далее. Тогда все эти меры будут естественным образом встроены в саму систему организации страны, сформируют ее полный самосогласованный гармоничный образ. Именно такие проекты являются сейчас предметом многочисленных разработок, имеющихся в правительстве общественных объединений и частных лиц. однако после реализации представленных системообразующих мероприятий все они будут внедряться наиболее простым и естественным образом и не вопреки действиям административного аппарата, а с его помощью и поддержкой. И понятно, что это обеспечит их безусловное внедрение в жизнь. В заключении представлена программа конкретных мероприятий, которая без существенных потерь и социальных потрясений позволит преобразовать нынешнюю экономику страны из постколониального типа в гармоничный. То есть представлен план возрождения, который может быть использован как для отдельно взятых территорий, крупных производственных объединений, отраслей хозяйства, так и всего государства в целом. в результате реализации всего изложений. Первое. Экономика будет на созидание ценностей, а не на их распределение. На повышение могущества государства и подъем жизненного уровня населения, а не на получение дохода частными лицами. Второе. Деньги будут привязаны к труду, то есть наделены трудовым содержанием, а поэтому их будет невозможно оторвать от труда, использовать по назначению, воровать, давать ими взятки, переправлять за рубеж. Третье. Исчезнет денежный дефицит. Все предприятия и предприниматели будут наделены деньгами, требуемыми для производства и рыночного обслуживания всей изготавливанной ими товарной массы. Четвертое. Ликвидируется инфляция и дефляция. Деньги превратятся в фиксированный инструмент торговли и контроля над всеми народохозяйственными процессами. Деньги станут служить обществу, а не наоборот. Пятое. Цены получат объективное обоснование. Их величины будут лимитированы количеством денег, требуемых для обслуживания всей изготавливанной товарной массы. При этом станет зримой истинной общественной трудоемкости изделия и услуг. Реальная конкурентоспособность предприятий. Рынок будет способствовать оптимизации расходования человеческого труда, а не денежного капитала. Шестое. Исчезнет дисбаланс внешней торговли, делающий непредсказуемо всю зарубежную и внутреннюю хозяйственную ситуацию, способствующий неконтролируемому внешнему на нее воздействию. И мы это сейчас ощущаем в полной мере. Администрация начнет добросовестно исполнять свои функции. Квалификация и нравственность ее повысят. Численность аппарата сократится, а качество исполнения их обязанностей существенно возрастет. Восьмое. Будет реализована оплата по труду, вследствие чего интересы работников и предпринимателей общества и государства окажутся совмещенными. Совпадут друг с другом. Человека начнут ценить не по национальным расовым кланам или классовым признакам, а по способности делать дело. Девятое. Исчезнет безработица, поскольку единственным источником прибыли на самом деле является человеческий труд. И тогда повышение продуктивности производства приведет не к появлению лишних людей, без которых экономика сможет обходиться, а к сокращению труда прежде всего женщин. Это повысит культурные драсти ноблик людей, увеличит рождаемость, решит демографические и социальные проблемы общества. Десятое. Налоги из инструментов финансирования государственных расходов преобразятся в механизмы обеспечения собственных, коллективных и общественных потребностей граждан. В результате станет невозможен дефицит бюджетов всех уровней. Налоги сделаются эффективными инструментами управления в рыночных условиях. Одиннадцать. Повысит уровень переработки природных ресурсов, что будет способствовать улучшению экологической обстановки, сбережению всего ареала проживания населения. И двенадцать. Сформируется гармоничный синтез науки образования и производства, существа, повышающие их совместную результативность. Ликвидируются глобальные противоречия между трудом и капиталом. А это противоречие сейчас является главным в мире и активно развивается во всех странах. Особенно ярко проявляется в Штатах. Не следует питаться иллюзиям. В действительности экономика это не область импровизации, а строгая наука со своими ограничениями. В ней работают столь же жесткие законы, как физики или астрономии. А поэтому этими законами надо грамотно пользоваться, а не изобретать бесконечно одно и то же колесо. В предложениях изложенных в лекциях нет произвола. Они всего лишь отображают пути, которыми природа пользуются для решения аналогичных задач. Поэтому данная наука и названа здесь фундаментальной. Представлена теория с той простой очевидной, что не может не отображать реально протекающие в природе процессы. А поэтому описанные законы на самом деле работают и сейчас, пробиваясь сквозь многовековые искусственно создаваемые корыстью и властолюбием преграды, как законы Ньютона работали тогда, когда о них ничего не знали. Поэтому рано или поздно данная организация будет реализована вне зависимости от ныне существующих экономических взглядов. Ее эффективность объясняется тем, что представленная теория всего лишь меняет правила игры, а не какие-то персонали. А в шахматы, как известно, играют совсем не так как тар. Анализ показывает, что при реализации описанных мероприятий за короткое время, где-то года за три, за пять, население и могущество государства начнут увеличиваться не на проценты, а в разы. Уважение к стране в мире существенно повысится, и тогда значительная часть ее внутренних и внешних проблем разрешатся сами. Как социальная обстановка, так и международные отношения сделаются значительно более благоприятными. И для этого не потребуются какие-то материальные или социальные потрясения, переделы собственности или наказания преступивших законов. В этой связи от предлагаемой реорганизации выиграют всех, от честных предпринимателей, добросовестных чиновников, до каждого работающего и пенсионера. Но главное даже не в этом. Современная экономика опирается на самые низменные качества людей, на их алчность, жестокость, вседозвольность. И это подавляет моральную и нравственную стою общества, уродует психологию нормального человека, повышает опасность превращения современных достижений науки техники в инструменты деградации и уничтожения человека. Повторяю, все предложенные меры являются простыми и вполне реальными. Поэтому как и когда ее реализовывать зависит от вас и от действий власти. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...